Во Владивостоке состоялась последняя в этом году крупная встреча у шуистов на чемпионате и первенстве города по этому виду спорта. Порядка 80 человек из приморской столицы и соседних городов боролись за путевки на более крупные соревнования, включая первенство России. Традиционный первоотборочный этап. Начинаем, как обычно, в конце осени. Лучшие поедут на чемпионат первенства края в город Уссурейск, далее по цепочке зоны Дальнего Востока и первенства России. Ушу – одно из таких боевых искусств, которым занимается и стар, и млад. Старшее поколение обычно увлекается тайцзи цюань. Разновидностью ушу стилизованы под оздоровительную гимнастику. Здесь спортсмены обычно не гонятся за наградами. Этим спокойным, показательным видом спорта занимаются, как говорится, для себя. Нам очень нравится, потому что мы очень видим много людей, детей, которые этим занимаются. Видим их технику и делимся сами. То есть это вот обмен, наверное, скорее всего, техникой и обмен настроением. Ушу, оно связано тесно очень с китайской культурой, с китайской философией, с направлением китайской философии, как даусизм. То есть дао – это путь. Более активная молодежь предпочитает ушу куда серьезнее, а именно ушу саньда. Этот динамичный бой с ударами, захватами и бросками сразу и не отличишь, например, от того же кикбоксинга. Однако здесь все же превалирует культура китайских боевых искусств. Жесткие правила и несменные азиатские традиции привлекают даже представителей других видов борьбы. Занимаясь я СБЕ ММА, по ушу мне предложил выступить тренер, так как многие из наших бойцов, ну, сейчас эти мужики, они уже дрались, были чемпионы России и все это. И как вид спорта, он очень близок к ММА. Тут также есть ударная стойка и борьба. А вот самым юным спортсменам легче всего дается классика. Традиционные комплексы ушу и спортивная таулу представляют из себя комплексы движений, которые имитируют бой с невидимым противником. Именно такое зрелище обычно и ассоциируется с этим видом спорта. Это довольно необычная культура, особенно для европейского склада ума. И я бы сказал, что мне такая даже ближе. Трудно сказать, почему, когда сердце просто лежит больше именно в культуре Востока. Причем именно Китай, Япония тоже нравится. Но мне все-таки больше нравится ушу, чем, например, японские аналоги. Подвести какие-то итоги 2016 года в городской федерации не смогли. Там отмечают, что ушу сегодня, к сожалению, не получает того внимания и интереса от спортсменов, которое оно по факту заслужило в мире еще несколько веков назад. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.